Итак, у нас карликовая такса. Это охотничья порода, известная до 16 века. Она ведет свое происхождение от старейших немецких охотничьих пород. Была выведена для норной работы, охоты на барсука, лисицу и других норных животных. Клуб любителей такс был создан в Германии в 1888 году. В те времена существовала только одна разновидность такс – гладкошерстная. Специфическим признаком, которые были лапы, покрытые складками кожи. В настоящее время этот признак практически не встречается. Сейчас существует три разновидности карликовых такс – гладкошерстная, длинношерстная и жесткошерстная. Наш Бетховен – это жесткошерстная такса. Благодаря селекционной работе широко известна в свое время кривоногость такс и чрезмерно растянутое туловище окончательно устранены. В настоящее время таксы считаются одним из лучших норных собак, так как обладают хорошо сбалансированным возбуждением и торможением нервных процессов. Это позволяет им брать зверя в норе или выгонять его под выстрел, проявляя при этом как смелость, так и хладнокровие. Потери на охоте среди такс значительно ниже, чем примеры у фокстрельеров. Первоначально карликовые таксы появились случайно, как самые слабые в помете. Но после проведения целенаправленной пленименной работы, в частности скрещивания такс облегченного типа стойстер-герами, были сформулированы улучшенные типы. И уже много лет карликовые таксы существуют как самостоятельная породная группа и принимают участие в выставках. Оптимальный вес для всех трех разновидностей это 4,5 кг. По сложению карликовые таксы похожи на больших представителей своего вида. Такса плотная, коротконогая и растянутая, мускулистая, сильная, с умным и смелым взглядом. Толстая, коренастая или слишком тонкая, похожая на ласку туловище, считается в селекционеров дефектным. Но наш не тонкий. По окрасу допускается любой окрас, кроме белого. В том числе и белых отметин, за исключением небольшого черного пятна на груди. В любом случае обязательно окраска, мочка носа черная, но при мраморной и шоколадных расцветках допускается телесный или коричневый цвет мочки. В любом случае окрас должен быть интенсивным и четко выраженным. Клиновидная, вытянутая, заостренная в профиле сухая голова. Череп не слишком широкий и не слишком узкий. Слегка выпуклый, без резко выраженных переходов к морде. Общее очертание морды узкие, длинные, благородные. Губы сухие, со слегка выраженной складкой в углах рта. Нижняя челюсть не тяжелая и не слишком резко скошенная. Губы плотно прилегают и хорошо закрывают ее. По сравнению с размерами собаки, ее лапы широкие и крупные, прямые или слегка вывернутые, сводистые, с плотно сомкнутыми пальцами и крепкими ногтями. Задняя лапа меньше передних. Гладкошерстная карликовая такса хорошо подходит тем, кто плохо переносит шерсть в своей квартире или машине. Длинношерстная карликовая такса обладает очень красивой, длинной, шелковистой шерстью. И в этом может соперничать со спанюэлем. Шерстный же покров у жесткошерстной карликовой таксы одинаково короткий и жесткий по всему телу с плотным мягким подшерстком, что позволяет ей хорошо переносить дождь и холод. Плотно прилегающая шерсть удобна для работы в густых зарослях. Высоко посаженный и умеренно длинный хвост, суживающий к концу без крутого изгиба, не должен держаться чересчур высоко и не загибаться никогда на спину. Такса – это очень хороший охранник и защитник, особенно хозяина и членов его семьи. Если его не отучить, будет очень агрессивно встречать посетителей. Любит детей, очень привязчивы, забавны и шаловливы. А его густой и мощный для таких маленьких собачек голос позволяет предположить, что за дверью гораздо большая собака, намного больше, чем такса. По уходу особых проблем за шерстью такс нет. Гладкошерстных такс нужно протирать мягкой суконной и специально грубой рукавицей. Для ухода за шерстью длинношерстных и жесткошерстных такс требуют гребень и жесткая щетка. Несмотря на необходимость регулярных прогулок с физической нагрузкой, чтобы собака не набирала излишний вес, таксу не следует водить на большие расстояния. Она очень быстро утомляется. Лучше гулять меньше, но чаще. В питании необходим индивидуальный подбор рациона. Желательно больше витаминов, особенно естественных. Стараться не перекармливать, как любую маленькую собаку. Таксу легко раскормить и очень трудно привести в форму. Вот такие они наши прекрасные, забавные любимцы. Друзья, пишите о своих любимцах. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!